Друзья, всем привет! В этом видео покажу полезные возможности в новой оболочке MIUI 12.5 для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. Я продемонстрирую новые возможности на примере китайской версии прошивки MIUI 12.5, но в ближайшее время и глобальные версии смартфонов будут обновляться до глобальной MIUI 12.5. Когда обновятся, какие модели смартфонов, на эту тему отдельное видео на канале есть, ссылка будет в подсказке, а мы начинаем. Начнем с обновленного и доработанного центра управления. Если я делаю свайп в правой области, у меня отображается центр управления. Если в левой области, то у меня отображается область с уведомлениями. Так вот, если я вызываю центр управления, теперь вверху вместо надписи центр управления у меня отображается крупное время, день недели, месяц, число. Ну а ниже расположены тоглы включения-выключения, а также добавили скрытую фишку. Если я ниже, делаю свайп влево, я сразу же с центра управления переключаюсь в уведомления. И наоборот, в уведомлениях делаю свайп вправо, переключаюсь в центр управления. Это удобный функционал, который добавили и раньше не хватало. Конечно же, зайдя в настройки, можно вернуться к старой шторке от MIUI. И при переключении в меню, теперь это более интуитивно понятно и выглядит наглядно. А также в новом центре управления добавили в настройках полезную функцию. Если мы перейдем на экран блокировки, то у нас появляется доступ к шторке. В MIUI 12 отключить доступ нельзя было с экрана блокировки. А в MIUI 12.5 добавили специальную настройку. Выключаю. Доступ к шторке у меня есть. А если переключаюсь на экран блокировки, то доступа к шторке и центру управления у меня теперь нет. Улучшили приложение заметки и задачи. Зайдя в приложение заметки, при создании заметки, чтобы зафиксировать какую-то мысль, свою идею, у нас появилась возможность теперь делать не просто записи, не просто делать аудиозаписи, но еще появилась возможность рисовать. Делать зарисовки своих идей, либо просто порисовать. Просто нажимаю на функцию рисования и доступны различные инструменты для рисования. Можно задавать свет, делать какие-то произвольные рисунки. А если, допустим, нам необходимо сделать какую-то геометрическую фигуру. Допустим, круг. Тогда я произвольно делаю круг, держу 2 секунды и у меня происходит преобразование в ровный круг. После чего я могу задать масштаб этого круга. Либо, допустим, мне необходимо сделать квадрат. Тоже делаю зарисовку в виде квадрата, держу несколько секунд, все, у меня появился квадрат и можно масштабировать. Либо треугольник, вот таким вот образом. Теперь можно вращать, либо задавать масштаб. А также при создании заметки можно создать интеллектуальную карту и оформлять заметки в виде схемы, которая напоминает дерево. На ней можно изображать слова, идеи, задачи, которые будут отходить от одной главной мысли. Было отмечено, что это достаточно эффективный инструмент. Если мы переключимся, заметок на задачи. Здесь, как и было, в MIUI 12 можно создавать задачи, задачу с подзадачами, делать аудиозадачи. Но, если мы нажмем на шестеренку в верхнем правом углу и включим быстрый доступ к задачам, возвращаясь на рабочий стол, у меня отображается вверху слева полупрозрачная вертикальная линия. Свайпаю ее. Таким образом, как и в MIUI 12 появляется быстрый доступ к задачам. Но в MIUI 12.5 вверху еще появился доступ к быстрым заметкам. Есть предпросмотр уже готовых заметок, либо нажимаем кнопку плюс и сразу делаем на лету заметки. Не нужно каждый раз заходить в приложение заметки, чтобы создать заметку либо задачу. Можно добавить эту панель быстрого доступа. Также, если мы зайдем в пункт батареи, как и в MIUI 12, можно включать экономию батареи, можно включать ультраэкономию батареи, можно пофиксить проблемы с автономностью, есть специальная кнопка. А если мы свайпнем вправо, то у нас появилась дополнительная вкладка Battery, где отображается температура батареи, а также отображается количество зарядов за день. В предустановленные системные приложения появилась возможность удалять. Причем это сделать можно прямо с самого рабочего стола. Допустим, выбираю Mi Video, зажимаю и удерживаю, и просто нажимаю кнопку удаления. И удаляется прямо из системы. И так много системных приложений можно поудалять. Ну а есть такие приложения, как Сообщение, Звонилка и другие необходимые приложения для работы системы. Эти приложения, конечно, не удаляются. Но приложение Контакты даже, друзья, можно удалить. Приложение Календарь, если не нужно, тоже можно удалить. Темы и другие не менее важные системные приложения. Но если в будущем понадобится необходимость вернуть эти системные приложения, то возможность вернуть их есть. Для этого заходим в настройки, интересует пункт приложения, и интересует третий пункт сверху. Здесь я могу вернуть те приложения, которые поудалял. Необходимо просто переключатель включить. Зайдя в приложение камера, интерфейс остался как и в MIUI 12 Но если мы переключимся в пункт более Здесь появилось отображение таких крупных значков Это смотрится более интересно, чем было в MIUI 12 Но если появилась необходимость вернуться к интерфейсу, который был ранее в MIUI 12 Для этого просто нажимаю вверху на специальный значок и возвращаюсь в старый интерфейс А также модели, которые поддерживают функцию Vlog Здесь стало больше пресетов и каждый сможет подобрать себе тот, который необходим Чтобы сделать красивые, интересные, короткие видео Не обладая знаниями видеомонтажа А также сделав фотографию, можно ее сконвертировать в формат PDF Для работы бывает часто полезен этот формат В MIUI 12.5 улучшили конфиденциальность Теперь, если вы не доверяете какому-то приложению, а приложение не запускается, если не дать ему свое местоположение В настройках для этого приложения можно задать примерное местоположение Плюс, зайдя в настройки, добавился удобный пункт «Персонализация» И сразу из этого меню мы можем задать обои рабочего стола Можем настроить Always On Display Можем настроить стиль отображения часов на экране блокировки Можем донастроить иконки Если сканер отпечатка пальцев встроен в дисплей, то отсюда вам можно выбрать анимацию разблокировки Кстати, анимацию обновили Ниже можно настроить звуковые эффекты Ниже отображаются темы Можно переключаться между своими установленными темами Либо установить из магазина тем То, что все эти настройки вынесли в отдельный пункт Это очень удобно Не нужно ходить по всем настройкам меню, чтобы настроить персонализацию Если MIUI 12.5 на базе 11-го андроида То при сворачивании приложений у нас отдаляется фон рабочего стола И выглядит следующим образом Плюс в обновленной оболочке обновилась регулировка громкости И выглядит теперь она следующим образом И при выключении смартфона у нас теперь появляется такая кнопка Если мы ее отправим вверх, у нас происходит выключение А вниз – перезагрузка Если перейдем в меню многозадачности У нас отображаются свернутые приложения вертикально в два столбца В настройках можно выставить горизонтальное отображение в один столбец Ну а на этом, друзья, у меня все Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком Всем пока, до встречи в новых видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!